всем привет друзья и подписчики канала пигей сегодня вам покажу один сулог лично деньги в gta онлайн для этого глича вам понадобится 2 опрессора mk2 ретро элегия и обычные легия которую будем делать для начала мы сделаем 2 опрессор mk2 в последнем видео я уже показывал как еще раз повторюсь садимся в эту обычную элегию заводим ее потом подбегаем к опрессору нажимаем треугольник и как только нога касается мотоцикла левым стиком делаем влево вправо лево зажимаем этот stick назад и подкатывая к тачке таким образом чтобы упасть возле входной двери вот таким образом мы падаем возле тачки теперь мы должны перейти в режим от первого лица и подойти к тому синему кружочку так им подошли кружочку и теперь он должны зажать крестик левый stick вверх и быстро нажать правую крестовину чтобы наш персонаж пробежался вот таким образом как у меня на видео теперь мы должны поменять местами пятую и шестую позицию в гараже и Также 9 и 10, где опрессор и элегия. После того, как мы поменялись и тачки, зажимаем клавишу R2 или R10 на Xbox и нажимаем треугольничек, чтобы сесть на наш опрессор, который мы сюда подогнали. Мы сразу заспаунимся на улице и это грязный дюб опрессора. Теперь мы должны вызвать подвижный командный пункт, заехать туда и выехать. И дюб станет чистым. Теперь мы загоняем опрессор обратно в ночной клуб и таким образом у нас появилось 2 опрессора МК2. Теперь мы готовы начинать с соло в личной линии. Вот, ребят, мы заехали в ночной клуб. Теперь у нас 2 опрессора. Сейчас мы должны расположить в гараже тачки таким образом, чтобы ретро-элегия находилась на 10 позиции. На 9 позиции должна стоять обычная элегия. 8 и 7 должны быть заняты опрессорами. А все остальное не важно. Другие тачки должны стоять просто хаотично. Не важно. Здесь именно будет копироваться 9 и 10 позиции. Итак, мы расположили удобно наши тачки. Теперь начинаем рич. Мы должны сесть в бесплатную элегию, подождать пока она заведется и выйти из нее. Теперь выходим из этой элегии, идем к ближайшему опрессору МК2, нажимаем треугольник. И как только закидывает ногу, делаем левый стик вправо-лево, вправо-лево. И тем самым мы можем двигать этим опрессором. Теперь мы должны таким образом подъехать к ретро-элегии, чтобы закрыть водительскую и пассажирскую двери. Вот так вот мы подкатываем к первой двери и опускаем наш мотоцикл. Все, первая дверь закрыта. Теперь мы обратно заходим в бесплатную элегию, садимся, ждем пока она заведется и бежим ко второму мотоциклу. Садимся таким же образом на опрессор, треугольник и левый стик вправо-влево, вправо-влево. Все. Наш мотоцикл движется. Теперь мы должны подъехать к пассажирской двери и также закрыть ее, чтобы не было доступа вообще. Потихонечку, спокойно, ребят, главное тут наработать навык именно бросать мотоцикл возле дверей. Не всегда это получается, у меня это получилось раз с десятого, наверное, если не больше. Вот как-то так я его забросил. Если мы добились такого эффекта, что телепортируемся туда и обратно в ретро-элегию, то мы все сделали правильно. Теперь, ребят, мы должны переключиться в режим от первого лица, встать на этот кружок, зажать кнопку X, левый стик вверх и нажать быстро правую крестовину, чтобы человечек опять пробежался. Теперь мы меняем пятую и шестую позицию местами, далее быстро меняем девятую и десятую. Просто как мы поменяли, мы должны зажать R2 и треугольник. Но видите, у меня немного не получилось, я был слишком близок к этой тачке, в которую сел. В этот раз нужно будет немного подойти ближе к ретро-элегии, которая там стояла. Я меняю местами обратно тачки, проверяю, что я могу сесть в свою ретро-элегию, телепортнуться. Все окей, обратно выхожу, подхожу к синему кружочку, зажимаю X, левый джойстик вверх и правую крестовину. Пробегаюсь, меняю обратно местами позиции пятую, шестую, девятую и десятую. Теперь я немного подхожу ближе к ретро-элегии, держа R2 и нажимаю треугольник. И таким образом, ребят, я телепортируюсь в ретро-элегию и выезжаю из ночного клуба. Номера, как вы видите, у меня поменялись на те, которые были на бесплатные легии. Глич получился, теперь мы вызываем подвижный командный пункт, завозим туда этот дюб и выезжаем. Все, дюб чистый и теперь мы сможем его легко продать за 956 тысяч долларов. Мы едем в Los Santos Customs и спокойно продаем эту тачку. Все, ребят, глич готов. Он с виду легкий, но к нему нужно немного привыкнуть, приловчиться. Пробуйте, старайтесь и у вас обязательно все получится. Этот глич намного проще, чем тот, который был с пивом и телевизором. Поэтому тут главное наработать навык. Спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Поставьте ему лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Ну а сейчас всем спасибо, всем пока.